Чин великого освящения начался в 9.30. К этому моменту новый храм был полон прихожан. Вместе со священнослужителями они приветствовали владыку Серафима. Епископ совершал божественную литургию. На площади в почти 100 квадратных метров молились о здравии, прощении грехов и будущее нового прихода. Больше 120 верующих взывали к помощи и благодарили преподобного Серафима Саровского. Именно в честь этого святого и назван новый храм. В нем воплощается идеал святости. Человек, который оставил все, что было в жизни, чтобы последовать за Христом. Человек, который служил Богу, служил людям. И поэтому он, конечно же, был любим и сейчас любимым народом. Храм – яркий образец традиционно русского зодчества. Построен из сосны, имеет форму креста и венчается шатром и куполами. Как было известно еще во время закладки камня, образец архитектурной жемчужины был взят с проекта храма в подмосковной Балашихе. В Бобруйский пейзаж он логично вписался. Местные жители счастливы такому соседству. Очень рады. Вот рядышком живем, не надо ездить, сразу пришли и в церковь. Очень хороший храм. Хороший, большой. Хороший. Слава Богу, Серафима Саровского. Это нашему молитву. И молимся в чужих, главный в лесу, из дерева, вот и храм ему. Маленький Серафимушка у нас, поэтому мы сегодня сюда и пришли. Он родился 15 января, в день Серафима Саровского. Я знаю, что всеми почитаемый святой, он очень много помогает, кто молится ему. Новый приход теперь место для церковных таинств и обрядов. Посетить его можно будет в любой день с 8 до 17.00. В субботу, 3 августа. Здесь пройдет первая утренняя служба. Ангелина Дикун, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.